Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. Накануне в Дагестан с рабочим визитом приехали глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Гостей республики в аэропорту встретил Владимир Васильев. Далее делегация посетила здание Дагестанского поискового спасательного отряда и учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В ходе осмотра комплекса сооружений и техники руководитель регионального МЧС Нариман Казимагомедов поблагодарил Евгения Зиничева за выделенные республики федеральными властями новый вертолет Ми-8. Я хотел вам сказать огромное спасибо за то, что поддержали и вам. Я тоже присоединяю вас. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, спасибо за нашими странами, за поддержку. И я думаю, что как минимум ваши возможности увеличены. Итогом визита стало координационное совещание по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Отдельное внимание было уделено проблеме противопаводковых мероприятий близ реки Терек. К Международному дню защиты детей Владимир Васильев посетил специальный коррекционный дом Касписка. Глава республики ознакомился с условиями проживания воспитанников. Поздравил ребят с праздником и вручил им подарки. В этом детском доме прибывает около 30 детей из разных уголков Дагестана. Все они остались без попечения родителей. Мне очень приятно сегодня быть на этом замечательном доме. Доме, где любят и воспитывают дети хорошие. Очень приятно. Хорошие атмосферы. Хорошие работы с людьми. Замечательные дни. В свою очередь дети исполнили для гостей песни, танцы и стихи. Яркие и искренние выступления не оставили равнодушными ни высоких гостей, ни самих воспитанников. Праздничные мероприятия для детей начали проводить еще накануне. Так благотворительный фонд «Мой солнечный мир» и детский абилити-центр организовали концерт «Солнце на ладошке». Насыщенная развлекательная программа. Это зажигательные песни от звезд дагестанской эстрады и захватывающие шоу байкеров и аниматоров. После для ребят провели конкурсы на лучший рисунок и танец. Победителей наградили сертификатами на диагностику способности слухового и зрительного обучения от детского абилити-центра. Защищать и заботиться о детях нужно не только в праздник. Это своим примером показал полицейский из Казбековского района. Двое детей упали во враг и не могли выбраться из него. К счастью, именно в это время рядом проезжал местный участковый. Подробности в сюжете Карины Баталовой. Тем злополучным вечером 7-летний Муслим и 8-летний Умар прогуливались на окраине села Дылым, неподалеку от оврага. Мальчишеское любопытство и неосторожность взяли верх, и ребята упали в глубокую ложбину. В результате открытые переломы и травмы. Детей охватила паника, пока они не увидели местного участкового, который по счастливой случайности проезжал рядом. Лица у них были, у одного вообще и голова, шея, все лицо было в крови, у другого только рот и окружайшее место. При осмотре обнаружил, что у одного мальчика поломано рассечение на голове, у второго поломана рука. Несмотря на очевидность ситуации, малыши уверяли полицейского в том, что ничего страшного не произошло. Магомед усадил детей в свой автомобиль, заехал за бабушкой одного из мальчиков и доставил всех в больницу. На данный момент состояние ребенка оценится как средней тяжести, его беспокоят умеренные головные боли и боли в спине. Лечение он получает все необходимое, полномобъемное. Идет положительная динамика в процессе лечения. А второй ребенок, который вместе с ним был, он при падении получил тяжелую травму правой верхней конечности. Там был открытый перелом лучевой кости со замечанием отломков и перелом лучевой кости уже закрытый. Теперь жизни ребят ничего не угрожает. Маленький муслим с волнением вспоминает детали произошедшего. И мой друг упал. Он без сознания был. И я его в другой руке вез на берег. И я увидел там тропинку и оттуда шел. Мы шли и увидели дорогу. Родители мальчиков тоже разволновались не на шутку. Искали их после пропажи. Полицейскому они благодарны от всей души. У меня слов нет. Я как мать. Я не знаю, как я себя чувствую. Спасибо вам огромное за все. Что мимо не проехали, что забрали. Карина Баталова, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Казбековский район. Лучшие частицы Корана сегодня съехались в Махачкалу. Здесь в центральной джума-мечети стартовал третий республиканский конкурс. Организаторами выступили муфти от Дагестана совместно с центром по хивзу Корана имени Мухаммада Хафиза Афанди Стидиба. Участниками стали 170 человек. Все они в основном дети, прибывшие из разных уголков региона. Победителей определяют в четырех номинациях. Самое сложное из них – чтение Корана наизусть. В первый день в каждой подгруппе определяется по пять финалистов, которые завтра продолжат свое выступление. После оглашения результатов победители получат путевки в хадж, а также смогут в августе представить Дагестан на международном конкурсе Чеченской Республики. Мы хотим развития дальнейших стремлений к изучению наизусть Корана, чтобы молодые. Сейчас мы видим, здесь участники пятилетние, четырехлетние участники есть, семилетние. Это же хорошо. Сейчас многие дети чем занимаются? Совсем не ясно. Именно во время, особенно во время каникулы. Эти дети учатся в школе и одновременно изучают Коран. Это очень хорошо, духовный, духовный развитие ребята. Нам нужны такие ребята, как раз таки. В актовом зале Республиканской клинической больницы в Махачкале прошла восьмая отчетно-выборная конференция Дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения. За отчетный период профсоюзам в республике успешно реализуются девять социальных программ, которые направлены на социальную поддержку членов организации. На встрече говорили о том, что в Дагрескоме от медработников поступает немало жалоб, где поднимаются темы дополнительных отпусков, нарушения режима рабочего времени и времени отдыха, оплаты и охраны труда, а также другие вопросы. Отмечено, что по всем жалобам были организованы комплексные и тематические проверки. В завершении конференции были проведены открытые выборы председателя Дагрескома, в ходе которых единогласно была поддержана кандидатура Зумруд Бучаевой. Ресторан «Персе» присоединился к Международному дню защиты детей и устроил праздник для детей-сирот из школы-интерната и детского дома «Забота». Подробнее расскажут наши корреспонденты. В этот день персонал «Персе» постарался сделать все, чтобы дети забыли о невзгодах и зарядились позитивными эмоциями. Поздравляю всех в Международный день защиты детей 1 июня. Желаю всем счастья, успеха и хочу выразить благодарность тому, кто это сделал в праздник. Было очень весело, было очень хорошо. Танцевали, пели, веселились. Для этого использовали все, что так нравится детям – сладости, развлечения, мультяшных героев, аниматор. Ребятам устроили настоящий праздник с конкурсами и соревнованиями. Поддержали мероприятия также звезды дагестанской эстрады. «Я хочу всех поздравить с большим международным праздником – Днем защиты детей. Безусловно, о детях надо вспоминать раз в году 1 июня, а каждый день, поскольку вся наша жизнь вертится так или иначе вокруг детей. Никто не отменял теорию малых дел. Каждый из нас по крупинке может, вот как пазлы собирают, и получается большая красивая картина. Вот точно так же каждый из нас маленьким праздником и какой-то доброй такой человеческой инициативой может создать в итоге большую красивую картину нашего хорошего, доброго дагестанского будущего. Я хочу поздравить искренне от души всех с Международным Днем защиты детей. Я надеюсь, что наши детки будут жить в счастливом будущем, что каждый родитель ощутит только стабильность, только благополучие и понимание как со стороны государства, так и со стороны всех, кто создает условия жизни. И в свою очередь, со своей стороны, я ежегодно стараюсь не пропускать этот день, приглашать детей из разных детских домов. И на этот раз из детского дома «Забота» и из коллекционной школы-интернат для сирот. Малость того, что каждый человек должен в своей жизни стараться, именно тот, у кого есть такая возможность, малая часть, которую мы должны стараться делать такого рода детям. Бизнесмены не должны оставаться в стороне от забот, от проблем именно такого социального слоя населения. Праздник День защиты детей еще раз напоминает нам о том, что веселое и счастливое детство должно быть у каждого ребенка. Присоединяйтесь к таким акциям, чтобы делать добрые дела вместе. Ведь это именно то, чего нам всем так не хватает в современном мире. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». И немного о спорте. Поддержать начинание юных футболистов. С такой целью в «Махачкале» прошел открытый турнир на призы депутатов городского собрания. За почетные кубки и другие ценные призы боролись 17 команд. Имена чемпионов узнаем в материале Курбана Рагимова. Ошибка в обороне – выход один на один и гол. Работа нападающего – оказаться в нужное время, в нужном месте. Игрок Семендера Амир Кучаев свои задачи на поле знает. Девятилетного футболиста вдохновляют успехи звезд мирового футбола. Я уже хожу два года. Хотел бы настоящим футболистом быть. Я хотел бы быть как Роналдиния. Стать профессионалом мечтает каждый мальчишка. Организаторы уверены – такие турниры служат для детей трамплином в мир большого спорта. За победу здесь борются 17 команд из Махачкалы и пригородных поселков. Возраст юных игроков от 9 до 10 лет. Два тайма по 15 минут. Игры проходят по олимпийской системе на вылет. Борьба на поле развернулась нешуточная. Для многих детей турнир дебютный. Поэтому главное – справиться с волнением. В этом помогают и тренеры, и родители. В первую очередь хотелось, чтобы он вырос здоровым. А там уже, как все сложится, его профессиональные навыки. Тренера вкладывают в душу наших детей. Вроде есть результаты, есть на кого равняться нашим детям. Вроде все хорошо. Будем надеяться, как все получится. Настроить игроков и оставаться лидером в любой ситуации. Хэт-трик форварда «Олимпа» Мухаммад Расула Кадырова помог его команде в финале обыграть сборную Махачкалы. С 15 голами он стал лучшим бомбардиром и получил главный приз. Выиграли все матчи. Мы стремились к этой победе. Мы тренировались долгие времена. И еще мы должны были выиграть этот турнир. То есть задачу тренер поставил? Да. Сам забил 15 голов. Ну и хочу поблагодарить ребят, которые мне помогали. В одиночку такого успеха не достичь никому. На победу работает весь коллектив. Здесь воспитывается командный дух. Поэтому организаторы и решили провести именно футбольный турнир. Футбол – это массовый спорт. Здесь больше детей вовлечено. В отличие от единоборств, здесь больше людей может быть привлечено к данному мероприятию. Поэтому мы решили поддержать футбол. В дальнейшем хотим поддерживать именно игровые виды спорта, потому что больше детей вовлекается во все это. Турнир прекрасный, очень хорошая организация, хорошее судейство. Дети просто выдаются на все 100%. Выкладываются. Я считаю, что не только 1 июня, да и вообще все оставшиеся 365 дней в году надо уделять внимание досугу наших детей. Организовывать так, чтобы это было на хорошем уровне, чтобы этим занимались спортивные школы. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить спортивную школу «Олимп» за то, что они весь год, все годы занимаются детьми и воспитывают их именно в духе любви к здоровому образу жизни. Это самое главное. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Спасибо! Спасибо! Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!